Конец света близко? Эксперты со всего мира убеждены, в самом ближайшем будущем миллионы людей столкнутся с настоящим энергопокалипсисом в группе Риска и Казахстан. Сейчас уголь нельзя, газа у нас немного, атомы бьют, всё. Развитие возобновляемых источников энергии, имиджевый проект или единственный способ достичь углеродной нейтральности? Мы, наоборот, идём на опережение по возобновляющим источникам энергии. То есть мы переисполняем наши церковые индикаторы в хорошем смысле этого слова. Закупать или производить? Нужен ли нам ещё один замороженный завод солнечных панелей? Ждать ли запуск очередного отверточного производства? Мы просто-напросто не можем здесь конкурировать с Китаем. Почему? Потому что в Китае стоят фабрики гигаваттного масштаба. Зелёное будущее. В общем объёме производства электрической энергии доля возобновляемых источников энергии составляет всего 4%. Цель – вырабатывать половину всей электроэнергии с помощью альтернативных источников. И это уже к 2050 году. Получится ли? Будем разбираться. Включайте экологику. Казахстан – одна из самых угольных энергетик в мире. Доля твёрдого топлива – 70%. А как известно, угольная энергетика – основной источник выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ. Поэтому сейчас в нашей стране идёт постепенное замещение более чистой энергии. 70% всей генерации у нас на угле. Все ТЭЦ у нас на угле почти 70%. Сейчас правила, мировые правила такие, что углём уже пользоваться нельзя. То есть мы подписаны Парижского соглашения, мы согласились на все эти условия. Главу государству была поставлена задача до 60-го года быть углеродонейтральными. То есть у нас чёткие цели, допустим, в 30-м году довести долю ВИЭ в общем энергополансе страны до 15%. А в 50-м году – 50%. То есть это чёткие цели, к которым мы движемся. Может показаться, что после Экспо зелёная тема перестала быть актуальной. Но это не совсем так. В стране приняли закон о поддержке использования ВИЭ, а также ратифицировали ряд сопутствующих нормативных актов. Сразу же после Экспо у нас изменилось законодательство. Сейчас на данный момент вся законодательная база у нас на столе, как говорится. Мы перешли из фиксированных тарифов на такой рыночный механизм, механизм аукционов. На сегодняшний день уже большое количество объектов ВИЭ уже развивано через аукционы. То есть сектор развивается. Во-первых, я хочу сказать, это бизнес-сектор. В нём бизнес-сообщество работает, привлечение инвестиций, создание рабочих мест и генерация дополнительных мощностей. На текущий момент в Казахстане 134 действующих объекта возобновляемых источников энергии. Суммарной мощностью 210 мегаватт. И это, судя по всему, только начало. Не так давно в правительстве анонсировали запуск 40 проектов ВИЭ в ближайшие годы. К нами разрабатывается на стадии разработки доктринная стратегия по достижению генерации в 2060 году. И там как бы основывается на том, что использование технологии ВИЭ не только для производства электроэнергии, а также на установке солнечных панелей на жилых зданиях, домах и так далее. Также туда будет включать распределённые генерации среди малосреднего бизнеса и населения, в агросельском хозяйстве. То есть будет в разных направлениях, вообще в отрасли экономики будет использоваться взаимные источники энергии. Но есть и проблемы в этой сфере. Выработка электроэнергии солнечными и ветровыми электростанциями нестабильна и сильно зависит от погодных условий. Например, от изменений облачности и скорости ветра. Поэтому для работы в энергосистеме этих нестабильных источников необходимы манёвренные электростанции, газовые или гидро, чтобы компенсировать постоянные колебания мощности. Электроэнергетика, которая основана на ВИИ, она не поставлена. Сегодня солнца нет, допустим, сейчас пасмурный день, выработка значительно ниже. А вечером, допустим, когда у нас порядка 1000 мегаватт солнечных станций уже введено, они разом, махом, получается, они падают. Выработка падает до нуля, снижается. Соответственно, эти 1000 мегаватт где-то нужно взять. Это либо будет аккумуляция, то же самое. Но это дорого сейчас, на текущий момент. Либо это будет перетоки соседних стран, либо это своя собственная манёвренная источник генерации, которая по команде системного оператора включается и за минуту набирает необходимую нагрузку. Но пока нет стратегического плана развития энергобезопасности Казахстана. Об этом говорил и президент страны. По-прежнему существует диспропорция между наличием манёвренных источников и стремительным ростом нестабильных ветровых и солнечных электростанций. У нас есть мощности, на которых мы сейчас живём, но которые нужно постоянно модернизировать. Но постоянно модернизировать тоже есть с пределами. То есть невозможно там, не знаю, сто лет модернизировать. Они всё равно изнашиваются, морально устаревают, потому что технологии всё равно обновляются постоянно. Вот, соответственно, здесь либо мы, опять же, построим новую угольную станцию, либо мы просто посчитаем, построим, допустим, вместо одной угольной станции, допустим, пять больших ветровых станций, допустим, да, но с накопителем, допустим, или там ещё с каким-то технологиями, да, которые позволят выдать такую же мощность, как вышедший, допустим, из эксплуатации угольный блок. Всё должно быть пропорционально. Взвешенный подход нужен и при создании инфраструктуры для развития ВИА. Хватит тратить миллиарды на имиджевые проекты по типу завода солнечных панелей в столице. Сейчас то, что, допустим, мы строим ветроэлектростанции, всю технологию мы везём с Китая. Нам сейчас нужно под наших китайских инвесторов подписывать такие соглашения, чтобы они строили не только такие небольшие мощности, а 100 мегаватт, 150 мегаватт. Нам нужно строить гигаватт и мощности. Недавно была утверждена концепция по топливно-энергетическому комплексу до 2035 года. Там указано, к 1935 году мы должны 6,5 гигаватт, 7 гигаватт мы должны в ВИА проектов построить. Но эти 7 гигаватт построить, мы опять-таки должны перевозить всё это оборудование. Дешевле будет создавать всю эту цепочку поставок, создавать продукцию, ветрогенераторы, лопасти, башни, всякие гондолы здесь, в Казахстане. По мнению экспертов, можно наладить производство комплектующих, сборку тех же панелей и ветрогенераторов. Главное – всё грамотно просчитать. Мы просто-напросто не можем здесь конкурировать с Китаем. Почему? Потому что в Китае стоят фабрики гигаваттного масштаба. Для вашего понимания, там они производят десятки гигаватт мощностей, именно солнечных панелей. С ними просто-напросто конкурировать вообще никто не может. Не то, что Казахстан, весь мир на самом деле не может конкурировать. А те, кто думает, что никакого энергокризиса нет, и всё это страшилки глубоко ошибается. Аномальные темпы потребления электроэнергии приблизили Казахстан к небывалому энергодефициту, который ожидался не ранее 2025 года. Временные отключения электроэнергии уже наблюдаются в Восточно-Казахстанской, Казалардинской областях и в Шимкенте. Мы не можем бесконечно поддерживать те же самые генерационные мощности, которые у нас есть, в рабочем состоянии. Это просто невозможно уже. Их в любом случае нужно будет заменять. Там, опять же, строят вместо угольной станции ещё одну угольную станцию. И она, на самом деле, будет дорогая. Почему? Потому что экологические требования уже сточились. Всё равно по выбросам есть очень жёсткие мероприятия. И с учётом всего этого она будет реально дорогая. Плюс ещё на неё очень будет сложно найти финансирование за пределами страны, потому что практически все институты развития, международные институты развития, они все отказались от финансирования угольных тех же самых станций. Эксперты пришли к выводу, что в общем балансы зелёной технологии должны быть. Но идти к ним нужно эволюционным путём, оглядываясь на международный опыт. Все силы бросать на возобновляемые источники энергии и оставить в стороне традиционную энергетику, то есть ввод новых ТЭЦ на газе или атомных генераторов, в меньшей степени неразумно. Включайте экологику.